Проект, направленный на создание Центра активных людей, стартовал в Публичном Центре правовой информации Центральной городской библиотеки. В результате проекта горожане должны обрести место, куда сможет обратиться любой человек, пожелавший внести позитивные изменения в свою жизнь и жизнь окружающих. На презентации Школы полезных дел в День волонтера побывали Вероника Карпенко и Александр Николаев. Попробуйте за 10 секунд ответить на вопрос, кто такой волонтер. Участникам презентации Школы полезных дел это удалось. День волонтера лишь одно из мероприятий, запланированных на 2016-й начало 2017 года проекта Центр активных людей. Наша серьезная презентация, серьезная идея, в общем-то, основой его является проект Центр активных людей. Мы стали победителями благотворительной программы «Мир новых возможностей», которую реализует ГМК и Норильский никель, спасибо им за это большое, и в Центре активных людей одно из важных направлений – это работа с молодежью, с волонтерами и добровольцами. Новый проект вызвал интерес школьников. Они пришли не только узнать о нем подробнее, но и озвучить проблемы, которые их волнуют, предложить свою помощь. Я пришла познакомиться с новым проектом и думаю, что мои силы здесь помогут. Я думаю, что сегодня придут и те, кто уже был волонтером, и те, кто хочет стать волонтером, и поэтому для них мы открываем школу полезных действий, в которой мы будем учиться и методическим каким-то решением, и организовывать, и уже на практике все это осуществлять. Перед ребятами выступили работники Кольской ГМК, которые прошли обучение в социальной академии, действующей в рамках благотворительной программы Норильского никеля «Мир новых возможностей». Они объяснили ребятам, что такое персональный брендинг и корпоративное волонтерство. Затем была озвучена программа действий на ближайшие месяцы. Презентация называется «День волонтера в начале добрых дел», что очень символично. Весна – начало нашего проекта. Молодежь, которая хочет действий полезных, добрых, хороших. И первая из добрых дел – благотворительная акция для детей-сирот детского дома «Теплый дом». Сбор вещей для летнего отдыха детей уже стартовала 14 апреля и продлится до 15 мая. Кроме того, в апреле начнется акция «Полевая почта» – поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящим Днем Победы.